Здравствуйте! Программа «Из первых рук» с вами Эльмира Эжанова и представлю нашего гостя Асем Руденко, инспектор акционерного общества «Акбулак». Добрый день еще раз. Асем, из программы «Факт» мы знаем, что сегодня проведен рейд по предупреждению владельцев частных осенизационных машин, что слив нужно производить в строго установленном месте. Мы знаем также, что он находится в стоке по улице Рыскулова. Остальные точки, можете их назвать, где наиболее часто производится слив, и где они расположены? Остальные точки незаконно. Больше сливать мы не разрешаем нигде. Потому что многие думают, что можно сливать, но там все-таки экологию загрязняют. А слив на промзоне у нас находится, там все-таки поменьше. В основном промзона, заводы, фабрики. И вот только там. Мы знаем, что около 90 частных фирм, которые занимаются именно откачкой сливных ям и так далее. Вот только 20 из них заключили договор с «Акбулак». Почему так происходит? Почему так мало? Ну, во-первых, потому что там цена 15 тысяч до 4 кубов, и свыше 4 идет до 30 тысяч. Многие частные предприниматели по вывозу, они не хотят оплачивать такую сумму. Эта оплата идет ежемесячно. Скорее всего, по этому вопросу. Может быть, еще для заключения договора нужно будет подходить ежемесячно оплату. Их вот это не устраивает. Им проще всего взять, если бесплатно. А вот вы говорите, ежемесячно там нельзя сделать, например, за год вперед оплату, предоплату. И потом, вот может быть, у вас не возникал вопрос, может быть, они не знают, что есть договора, что их нужно заключать с вами в этом направлении. Вы как-то информируете их? Да, конечно, мы ежемесячно, еженедельно, почти, можно сказать, вот каждые 2-3 дня мы ездим на нашу сливную, делаем там свои рейды, заставляем заключать договора тех частных предпринимателей, которые вывозят стоки бесплатно в наш сливной пункт, без договоров, без оплаты. Мы оставляем им предупреждения, как бы уговариваем, чтобы они подошли к нам. Но многие, как бы, до сих пор этого избегают. А всем, вот вы говорите, мы оставляем предупреждения, их уговариваем. Какие еще меры вы можете предпринимать? Например, вот на что вы полномочены, кроме предупреждений и уговоров? Как бы это ни звучало, но только на это, с помощью еще можно будет других инстанций, как природоохрана, может быть, прокуратура, как-нибудь подключать, вот если бы мы с ними вместе немножко работали, вот в таком плане. А пока только так можем вылавливать, можно так сказать, осенизационные машины с их водителями, оставлять им предупреждения, не разрешать. Кстати, тоже можем сливать на наш сливной пункт, но это опять-таки же мы должны быть там круглосуточно, чтобы отслеживать это все. То есть это как бы уже вы просто физически не успеете, да, на всех пунктах или как? На всех пунктах у нас только один пункт, где разрешенный. Нет, я имею в виду незаконный, вот вы же и называете по улице Кунаева, да? Вот как вы можете перечислить? Кунаева, 41-го очень часто выливают. Мы, в свою очередь, тоже отслеживаем, фотографируем, когда вот, если получается, записываем номера. Потом составляются акты всевозможные. Отправляем в СЭС, потому что сами у нас нет таких полномочий, чтобы начислить им за это штраф. Отправляем в СЭС правоохранительные органы. То есть они более, ведомства могут, да, надо видеть на них, можно так сказать. Есть телефонный звонок, добрый день, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста. Алло, саламатс. Саламатс. Да, Москва район, а какая улица, может быть, уточните? Арынова, да. Спасибо. Вопрос понятен. Есть ли возможность сделать канализационный сток в районе улицы Арынова? Там его нет? Нет, нет, сток, он как для слива ассоциационных машин, нет, невозможно. Ну, улица Арынова, она очень заселенный, населенный пункт. Любые стоки, когда сливаются, это, во-первых, запах едкий идет, загрязняет экологию, там подпор может быть. Там, возможно, нет еще канализационных труб, да, если мы так поймем телезрителя. Там есть канализационные трубы? Ну, вообще, да, должны быть. Должны быть, да? Вот вы говорите, СЭС, работаем с правоохранительными органами. Какие меры на сегодняшний день предприняты ими, допустим, за этот год? За этот год три машины по 5 МРП оштрафовали. Это около 8,5 тысяч тенге, да? Ваше мнение, три машины, это не слишком мало для того, чтобы... Ну, это, в общем, бумажная волокита. И, как бы, надо, во-первых, выявить нарушителей, со всеми документами подготовить. Не каждый доводит дело до конца. Потому что мы сами, как Акбулак, представители Акбулак, мы вот кроме предупреждения не можем ничего абсолютно. Только с помощью СЭС, правоохранительных органов. Вот вы говорите, мы иногда их фотографируем, то есть отслеживаем, да, незаконных частников, можно так сказать. А вот если обычно горожанин увидит такую ситуацию, либо человек, который устал уже от этого запаха и от постоянно проезжающих этих машин, да, которые везут отходы, вот как они могут действовать, куда они могут эти фотографии прислать? Ну, к нам, в Акбулак, мы уже со всеми актами будем отправлять СЭС, природоохранную прокуратуру. Хорошо, есть еще один телефонный звонок. Добрый день, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, я живу по улице Чернышевского и страдают от этих стоков все близлежащие улицы. Нельзя ли подальше от города перенести? Ведь мы не можем не проветрить свои квартиры, не погулять с детьми. Если ветер поворачивается, мы здесь задыхаемся. Тут не только заводы, тут и детские сады, и школа, и жилой массив. Но это тоже так невозможно. Почему к нам все перетащили, и все это так и продолжается? Ведь город-то растет. Спасибо за вопрос, очень интересно. Я так думаю, можно ли перенести конкурентство? Ну, вообще, да, мы планируем перенести. Но дело в том, что район Чернышевского, это там такой район, там и городская свалка, и заводы. Я не думаю, что только от нашего сливного. Конечно, наши тоже доли есть, там и запах все идет. Но вообще в будущем, да, планируем. Когда примерно и где это будет находиться? За пределами города? Я так понимаю, уже вне жилой зоны. За пределами города. Дело в том, что мы вот на промзону не можем частников заставить, чтобы они именно там сливались. Потому что они говорят, им тяжело, допустим, со старой частью города вывозить именно на промзону. А если будет еще за городом, то им легче будет вот так, как мы говорим, следить где-нибудь на 41-м, в незаконных местах. Тогда вот такого характера нарушения будет только расти. Но вообще в будущем планируем. Асим, вот мы говорим сегодня о проблеме именно по вывозу, стоков и так далее. Вот какой выход из ситуации вы видите? Вот что нужно, в каком направлении усилить работу, чтобы как раз-таки этих частников было меньше? Или вообще не было? Да, я думаю, нам надо вместе работать с СЭС, с природоохранной прокуратурой, вместе склачено проводить рейды. Потому что всех проконтролировать сразу невозможно. Мы вот приезжаем, видим, что да, была машина, следы есть, все видно, что сливали. Но не всегда сможем ее, допустим, споймать. А если споймаем, сфотографируем со всеми документами, мы будем отправлять в СЭС. В СЭС уже, в свою очередь, там есть ли какие-то другие нарушения, то есть помимо немножко разлилась колодца, то уже в природоохранную прокуратуру возможно такое. А вот кроме того, что вот вы накладываете штрафы, да, вот что еще было, например, из практики прошлых лет? Вот сейчас этих машин больше стало, да, ассимизаторских, ассимизационных машин? Да, больше стало. Больше. С чем это связано, первое, да? И во-вторых, вот в прошлом году, если практику привести в пример, вот сколько было случаев штрафов совместных работ, вот с СЭС, как вы говорите? Больше стало. Почему? Потому что город развивается, растет. Как бы во многих районах еще канализация не так развилась, можно так сказать. Вот, я думаю, в этом связано. А то, что было в прошлом году, к сожалению, сейчас точных цифр не могу сказать, потому что... Хорошо, попозже расскажете, тогда примем телефонный звонок. Добрый день, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вам, насчет вот это, как ваши вопросы, насчет слива канализации по Кунаеву. А вот это может остановить машину, это дорожная полиция играет. Они вроде видят, ну, можно же как-то у него сделать, потому что здесь звонят, это все знают. Вы живете по улице Кунаева, да, непосредственно видите, да? Да, да. Ну, спасибо за вопрос, я думаю, есть возможность как раз-таки вот о чем мы говорили ранее, да, сфотографировать, зафиксировать номер, обратиться, да? Да, обратиться после этого уже, я же повторяюсь, мы будем отдавать все документы и в правоохранительный орган, то есть через ГАИ будем отрабатывать вот эти вопросы. Пока это еще не налажено, но вот вообще будем. И такой вопрос вот от телезрителя с дорожной полицией, вы сотрудничаете, сообщаете, допустим, о том, что вот на Кунаево... Да, были такие факты, да. Выходите в рейды или пока еще таких... Пока еще вот мы первый рейд только пробовали провести, но вообще этот передаем, да. То есть первые шаги в этом направлении уже сделаны и дальше, я так думаю, что вместе сообща у вас получится хоть немного улучшить нашу экологическую ситуацию, потому что не секрет, жители именно улицы Кунаева как раз-таки очень страдают. И это практически в центре города, в старой части города происходят такие вот неприятные моменты. Что ж, благодарю вас за интересную беседу. Уважаемые телезрители, я напомню, что в гостях у нас была Асем Руденко, инспектор акционерного общества «Огулак». Я же с вами прощаюсь, до новых встреч. До свидания.